Пагран застава Глебоцкая открылась усяго два года тому. Ранее у этом будинку был сельский клуб. Зараз тут устрелявана сущная система ховы мяжи. Это стационарный пост технического назирания рассказ, который складается с тепловизора и радиолокационной станции, а также сигнализационный комплекс Крумкач. Сигнализационный комплекс ховы Крумкач позволяет выявить рухом объект на отдаленных участках, на птушку типа ЦУК и передать видеоинформацию на погран заставу. Видеокамеры размешаны на отлеглости 20 км от заставы на протягу 8 км державной мяжи. У день камера фиксует невядомые объекты, автоматично повелишивая план, дает сигнал на заставу. У ночи цей участок дренной башности додатково включается тепловизор, який реагует на любые рухи. При поступлении сигнала оператор статичного назирания докладывает дежурному цей командиру погран заставы. По тревозе вздымается группа реагования, выезжая на участок, где был зафиксованный невядомый объект. Систему набыли у России, с момента ее усталявания были затриманы только два реальные порушальники державной мяжи. Украинцы спробовали таким чином трапить на заробки у Россию. Али белорусские пограничники готовы и до выпадков реальных спробов перемешения по размяжу диверсантов и инших подозронных людей. Таких случаев не было у нас, слава богу. Но мы готовы в любых условиях обстановки действовать по изменению обстановки непосредственно. Кто бы это ни был и как бы это ни происходило. Что месяц тут проводят в учении. На самой справе порушению державной мяжи фиксовалось больше, чем два. Али остальные были в учебными. Проверялось, как працует система и как организовано взаимодействие разных службов погран заставы. Сколько бы технических съезд не ставили и так далее, все равно все зависит от человека. И только пограничник, который обходит границу, он может действительно видеть и охранять ее достаточно. За последние два года истотно изменилась сама структура оховы державной мяжи. Когда ранее были так званые мобильные пограничные группы, которые выезжали на участок на тыдень Т2, то зараз заставы находятся непосредственно, когда границы. А сущасное обстрелевание позволяло в самый худкий час выявлять порушальников державной мяжи и примать необходимые меры реагования. Евген Побловец, Дмитрий Родянко, Телерадо, компания Гомель.